Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание счастливым и несчастливым цифрам для денег. Как эти знания могут вам помочь в повседневной жизни. А прямо сейчас поставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите благодарю, нам будет приятно. Вы знаете, что каждая из цифр, которые встречаются на вашем жизненном пути, наделена своей особой энергией. Среди цифр есть определенные счастливые цифры, связанные с деньгами. С их помощью можно притянуть в свою жизнь материальный достаток, финансовое благополучие, стабильность и успех. Определенные цифры несут в себе сильную положительную энергию, могут притянуть денежную энергию в жизнь любого человека. Что же это за волшебные цифры, которые покровительствуют материальному благосостоянию и могут привлечь достаток и даже преувеличить ваши сбережения? Тройка является идеальной цифрой, которая способствует увеличению богатства. Она является магнитом по привлечению финансовых возможностей, в результате чего последует преумножение ваших сбережений за короткий промежуток времени. Вы хотите вложить деньги в бизнес? Используйте для этого идеальную цифру 3. Она будет благоприятствовать этим вложением, что принесет вам быстро значительную прибыль. Вы можете, не опасаясь, распоряжаться и проводить любые действия с суммами с цифрой 3, давая деньги в кредит или брать в долг. Можете также оценить стоимость ваших услуг, не забывая про цифру 3. Тогда человек, которому вы их оказывали, еще не раз к вам придет. Правда, тройка имеет свою особенность. Деньги с ее участием должны находиться в постоянном движении. Суммы, содержащие тройку, не подходит для накопления денежных средств. То есть такие суммы, как 30, 300, 3000 и так далее. Поэтому лучше отпустить их в оборот, и они быстро улучшат ваше материальное положение на данный момент. Цифра 4. И эта цифра наделена энергией стабильности. Эта цифра очень подходит тем людям, которые любят стабильную и предсказуемую жизнь. Денежные суммы, которые содержат четверку, хорошо откладывать для сбережения денег в банках, а также для использования их в семейном бюджете. Если вы видели четверку в цене товара, о котором давно уже мечтали, но из-за дороговизны и проблем на том этапе не смогли себе позволить себе купить, смело оформляйте кредит, и у вас получится его выплатить очень быстро и легко. Четверка сама по себе не приносит крупных финансовых благ, но она способна позволить вам заработать необходимые суммы для жизни, честно трудясь. С ее помощью вы сможете спланировать все свои расходы и свои доходы, что поможет вам уберечься от непредсказуемых спонтанных денежных расходов. Суммы, состоящие из цифр, которые при суммировании дают четверку, можно отложить на будущее, а также положить их в банк, открыв обязательно только на свое имя счет. Такие действия быстро не увеличат ваши денежные средства, но и в любой момент выручат вас при возникших непредвиденных денежных расходах, что также убережет вас от всевозможных неприятностей. Цифра 6 является цифрой, которая годится для увеличения богатства, но ей присуща рутина и в повседневной жизни необходимо тратить суммы, составляющие цифр, при сложении которых можно получить цифру 6. В этом случае ними возможно оплатить кредиты, любые покупки, как технику, одежду, обувь. Цифра 6 считается цифрой, которая привлекает стабильность в жизнь, поэтому если проанализировать действия шестерки, то напрашивается вывод, что эта цифра идеальна для накоплений. Такие суммы можно положить в банк или держать дома про запас. Эти деньги день за дня будут только увеличиваться и приносить вам желаемую пользу. Вы никогда их не используете на сомнительные финансовые траты и покупки. Восьмерка содержит энергию, открывающую перед вами большие возможности, так как восьмерка – это число бесконечности, наделенное сильной положительной энергией, своеобразный денежный магнит, притягивающий в жизнь большие финансовые деньги. С ее помощью возможно заработать большие деньги, увеличить любые сбережения. С этой цифры финансы будут поступать к вам с источников разного рода. Люди, работающие на валютной бирже в банке, имеют сильного покровителя в виде этой цифры. Она помогает им избежать ситуаций, связанных с риском, способна уберечь от любых денежных потерь. С этой цифрой можно инвестировать деньги в любой проект, он будет удачен и принесет вам большую прибыль, благодаря чему вы сможете себе многое позволить и открыть границы, которые ранее были перед вами закрыты. Есть числа, которые не приносят деньги, поэтому с ними нужно быть все-таки осторожными. И первая цифра – это единица. В сфере финансов считается не очень удачной цифрой, так как эта цифра отождествляется с бедностью. Она не притянет в вашу жизнь ни маленькие, ни большие финансовые доходы. Вы должны постоянно помнить о том, что в денежных вопросах никогда не нужно использовать цифру 1. Какие бы обстоятельства не подталкивали вас на это, иначе результат будет непоправимым и вы потеряете даже то, что имеете. Нужно избегать пользоваться в обиходе с суммами денег, которые содержат сумму 1, чтобы потом не думать, почему деньги у вас не водятся. Не стоит держать в кошельке и 100, 1000 и т.д. Они должны отличаться хотя бы на несколько денежных единиц, например, 102 или 1020. Так как 0 также провоцирует бедность, чем усиливает значение единицы. Цифра 2 также наделена энергией бедности и финансовых вопросов, и действием с деньгами нельзя использовать денежные суммы, содержащие цифру 2. Эта цифра обладает способностью делиться самой и делить все четные цифры на 2. Двойка является ко всему символом обмана и воровства. К сожалению, мало кто об этом знает. Если будет куплена вещь, ценник, который содержит цифру 2, то она не принесет в результате вам удовольствия, так как быстро надоест или порвется. А скорее всего, она будет приобретена спонтанно и в результате будет совсем вам не нужна. Давая в долг 200, 2000 и так далее, то есть суммы, содержащие двойку, вы можете не рассчитывать ни на быстрый возврат денег, ни на то, что вам его вообще когда-либо вернут. И вы увидите эти деньги, так как двойка является еще и символом пустых трат. Никогда не держите деньги в двух кошельках. Отправляясь в отпуск, не нужно делить деньги на две части, так как все это приведет к непредвиденным, непредвиденным и расточительным тратам. Цифра 7 является в обычной и повседневной жизни очень удачной, но не в сфере финансов. С ней невозможно стать богатой, а также накопить определенную сумму денежных средств. Семья является символом духовного развития, поэтому все материально ей чуждо. Не дают и не берут в долг денежную сумму с цифрой 7. Нельзя также и откладывать на сбережения суммы денег равные 70, 700 и так далее. Решая любые денежные вопросы, стоит остерегаться цифры 7, дабы материальные нужды не овладели вами и вы не погрязли в постоянных денежных проблемах, которые не будут заканчиваться. Есть еще и цифры, которые напрямую не связаны с деньгами, но они способны притягивать потоки светлых энергий, оказывая благоприятное влияние на жизни людей. Цифра 5 считается удачной для расходов. Она способна притягивать в процессе положительные эмоции, улучшать настроение, способна привлекать новые и благоприятные идеи, связанные с финансовой сферой. Это число материального благополучия, но притянуть в богатство вашу жизнь оно не сможет, так как напрямую связано с риском. Здесь все зависит от случая, либо можете выиграть, либо можете проиграть. Но пятерка еще и обладает и положительным качеством в плане расходов. Если сложить все цифры в сумме, которую вы хотели потратить и получите при этом цифру 5, то тратьте их с большим удовольствием в любом направлении, будь то отдых, походы в любимый ресторан, кино или же другие развлечения. Но только так, чтобы это принесло вам радость. Все деньги, потраченные в этот период, вернутся к вам в полном объеме и в очень короткий срок. Но нужно помнить и о том, что накопить деньги с этой цифрой не удастся. Все деньги, которые вы будете пытаться отложить, уйдут совсем в другом направлении, чем бы вы могли бы спланировать за короткий промежуток времени, а также могут принести и большие траты. Еще одно, не совсем денежное число, это девятка. Она не создана для накоплений и богатства. С ней вы не достигнете материального благополучия. Она говорит о том, что человек должен развиваться не только физически, но и духовно. Если у вас есть сумма денег, при суммировании цифр, которая получается цифра 9, то отдайте ее на благотворительность, и она вернется к вам еще в большей мере. Если вы будете соблюдать все эти советы, так как цифры и деньги взаимосвязаны, они научат вас, какие суммы можно давать в долг и брать самому. Когда рисковать в вопросах с деньгами, когда делать покупки, а когда правильно откладывать деньги на сбережения или отдых, чтобы быстро их приумножить. Научитесь использовать денежный индекс себе во благо. Как же его рассчитать, спросите вы. Все очень просто. Нужно все цифры, например, ценника на ту или иную вещь сложить, при этом доведя его до простой цифры. Таким действием вы узнаете, будут ли цена вещи, которую вы хотите купить, счастливой и удачной. Тоже можно сказать и по отношению к финансовым операциям. Стоит ли вложить эту сумму в банк или нет. Например, цифра 2625. Складывая и приводя к однозначному числу, у нас получается цифра 6. Денежный индекс в данном случае равен 6. Берем во внимание все, что касается цифры 6. Пусть эти знания принесут вам только пользу и удачу в вашей повседневной жизни. Мы надеемся, что это видео было для вас полезно. Ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите «благодарю». Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне. Если вам понравилось больше и смотрите, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.